Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск передачи «Зелёный остров». Я и ведущий Александр Сидельников. На прошлой неделе пришло всего два письма. Два письма, три вопроса от наших телезрителей. Вопросы небольшие, на них я постараюсь ответить. Но основные темы для передачи сегодня я буду выбирать сам. Ну, по традиции, давайте начнём с разговора о погоде. В общем-то, солнышко развернулось уже на прошлой неделе. На зиму день начал убывать. Ну, а такого лета настоящего мы с вами ещё не видели. Было на прошлой неделе буквально несколько дней действительно такой жаркой погоды. Но по-прежнему количество тепла для развития многих теплолюбивых культур, таких как томаты, перец, огурцы, недостаточно. Ну, конечно, картофель растёт вот в такую прохладную погоду очень даже неплохо. Неплохо развиваются там ягодные культуры, земляника, смородина, плодовые культуры, яблоня, груша, слива. Ну, вот ещё раз говорю, для теплолюбивых культур по-прежнему, в общем-то, мы наблюдаем дефицит, дефицит тепла. Ну, какие работы сегодня на садовом участке, я считаю, наиболее актуальными. Мы продолжаем борьбу с различными болезнями и вредителями. В этом году количество вредителей значительно больше, чем в прошлом году. Ну, и основная стратегия борьбы – это проводить обработки заранее. Не тогда, когда там всю вишню тля скрутит, а вот как только на вишне появились первые признаки повреждения тлёй, вот сразу необходимо проводить обработку. В противном случае, вот когда тли будет очень много, эта борьба будет носить гораздо более такой суровый характер. Ну, и сейчас из работ на приусадебном участке я бы, наверное, отметил повторные посевы. Вы знаете, у нас, как правило, так бывает. Вот мы там высадили огурчики где-то там, кто в начале мая, кто в середине, кто в конце мая. Получили вот на этих огурцах урожай и всё. А вообще огурцы, которые мы выращиваем, они имеют довольно ограниченный период плодоношения. Тем более, что в теплице мы не можем организовать идеальные условия. Там и болезни, там и вредители, там и переохлаждение растений. И старятся растения значительно быстрее. Период плодоношения у них составляет, ну, месяц, может быть, чуть-чуть побольше. Если сейчас у нас огурцы вступают в плодоношение, то уже к началу августа фактически эти растения окажутся или нездоровыми, или поврежденными болезнями, и, в общем-то, в августе мы окажемся уже без, в общем-то, свежей продукции. Но если сейчас где-то в той же тепличке выделить там небольшое место и подсадить ещё несколько растений огурца, то эти огурцы у нас как раз наберут силу к середине августа, к началу сентября. И за счёт вот этого повторного посева мы значительно продляем срок потребления свежей продукции. Ну, сейчас, наверное, не поздно ещё посеять лук на зелень. Дело в том, что вот опять же в конце августа, когда у нас там в обилии будут помидоры, баклажаны, всё, фактически вот заправить эти блюда из этих овощей свежим луком будет невозможно, потому что репчатый лук к этому времени уже сформирует головку. Лук батун сейчас отцветает, и у него, в общем-то, вторичного роста зелени мы наблюдать не будем. Но если сейчас мы подсеем тот же лук батун, сейчас есть специально луки для производства свежей зелени, которые растут из семян и имеют достаточно такое интенсивное развитие, то вот как раз туда, к концу лета, к началу осени, мы получим вот такую вот свежую, очень даже ароматную продукцию. Так, Лисун Наталья Михайловна, клуб «Вера, Надежда, Любовь» обращается с просьбой рассказать о растениях на перстянка, борщевик, амброзия, любисток. Ну, любисток – это садовое растение, в прошлом году мы о нём рассказывали. Рассказывали в саду Юрия Дмитриевича Шевченко, у него там очень мощное растение, немножечко об агротехнике, немножечко о применении. В интернете можно найти эту передачу, можно найти этот сюжет. Ну, а на перстянка борщевик и амброзия – это растения, которые, в общем-то, мы не выращиваем в садах. Ну, на перстянку выращиваем, сортовые есть на перстянке. Ну, а вообще, это растения из дикой природы. Кстати, совершенно верно, Наталья Михайловна, все вот эти вот растения, на перстянка борщевик и амброзия, они ядовитые. На перстянка содержит очень сильные сердечные, там, гликозиды, и передозировка их может оказаться плачевной. Хотя та же на перстянка, вообще говоря, используется и в народной, и в официальной медицине. Ну, так, вы знаете, в общем-то, вопрос, опять же, такой развернутый, вот просто так взять и в одной передаче рассказать сразу обо всех этих растениях невозможно. Также я вот эти вопросы, ответы на вот эти вот письма, это даже не вопросы, а скорее пожелания, переношу на следующую передачу. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, я предлагаю вам немножечко отдохнуть и совершить прогулку по саду. Мы с вами побываем в одном из лучших садов в городе Магнитогорске. Магнитогорске Магнитогорске Итак, уважаемые телезрители, мы с вами побывали в одном из лучших садов в городе Магнитогорске. из лучших садов города Магнитогорска в саду Светланы Александровой. В общем-то, на сравнительно небольшом участке там собрана коллекция, которая, я считаю, может позавидовать даже ботанический сад. Ну, а уход за этими растениями, ну, он просто вызывает восторг. Так, переходим к темам передачи. Значит, с письмами мы как-то более-менее разобрались. Есть там еще небольшой вопросик, тоже небольшое пожелание. Ну, а теперь, собственно, темы, темы, темы от автора. Знаете, вот одна из тем, она так вдруг прилетела, вдруг прилетела в конце прошлой недели, это тема о ГМО-растениях. Государственная Дума сразу там в трех чтениях приняла закон о запрете выращивания ГМО-растений на территории Российской Федерации. Вы знаете, вот это решение, оно, в общем-то, повергло меня в самый, что ни на есть, настоящий шок. Мне кажется, что от этого решения, вот какой святой инквизиции пахнуло. В общем-то, весь мир развивает биотехнологии. И сегодня доказано, что, в общем-то, для того, чтобы выжить человечеству, нужно проводить работы в области генной инженерии, создавать новые растения с какими-то новыми качествами. Ну, а Россия вот раз и запретила. Была там небольшая оговорка, что вроде как там в научных целях, там при соблюдении определенных условий можно там выращивать, исследовать ГМО-растения. Ну, возникает тогда другой вопрос. Зачем их там исследовать, зачем там какие-то работы вести, если в дальнейшем выращивать их будет невозможно. В общем-то, мне кажется, что это просто чудовищный закон. Насколько он чудовищный, ну, давайте постараюсь пояснить. Ну, скажем так, большинство сортов подсолнечника, которые выращиваются сегодня в России, это ГМО-подсолнечник. В общем-то, бояться, что там из этого подсолнечника получат какое-то масло, которое будет вредить здоровью, в общем-то, не приходится. Потому что очень серьезные исследования показали, что когда мы отжимаем масло из обыкновенного подсолнечника и из ГМО-подсолнечника, то в дальнейшем различить эти два масла невозможно. Вот еще раз повторяю, невозможно. Поэтому, ну, как можно запретить ГМО-подсолнечник? Он специально создавался, чтобы на нем можно было работать гербицидами. Значит, обыкновенный подсолнечник очень чувствителен к гербицидам. Вот подсолнечник ГМО к гербицидам менее чувствителен. За счет этого, значит, делается технология более совершенной, снижается стоимость конечного продукта. Запрети сегодня, значит, производство такого подсолнечника. И, в общем-то, завтра Россия начнет испытывать серьезные проблемы с подсолнечным маслом. Соя, практически вся, которая выращивается на территории России, это ГМО-соя. Ну, причем соя, это, знаете, так, вот полдела, что ее там добавляют в конфеты, что ее там добавляют, не знаю, там, еще в какие-то там молочные продукты, куда угодно. Соя – это основной корм в животноводстве. Запрети сегодня производство сои, которая вся ГМО, и, в общем-то, животноводство мы обвалим. Ну, не говоря уже там о таких вещах, что, ну, скажем, именно ГМО-технологии позволили получить оранжевый рис, который содержит витамин А. И вот именно этот рис, он позволил улучшить условия питания буквально половины человечества. Ну, давайте откажемся от всего ГМО, тогда давайте откажемся от инсулина. Сегодня практически весь инсулин в мире производится из ГМО-бактерий. Вот раньше его производили из поджелудочной железы свиней. И вот сегодня, в общем-то, технология такая, что его получают из бактерий, в которые внедрен ген, который вот позволяет синтезировать это очень важное вещество. В общем-то, вы знаете, еще раз повторю, ну, самое, что ни на есть, настоящая инквизиция. За рубежом сегодня получают там специально растения вот методами ГМО, которые там не повреждаются болезнями, вредителями, которые позволяют снизить нагрузку там пестицидов при выращивании урожая, которые обладают уникальными свойствами. То есть там в помидорах, в землянике появляются вещества, которых раньше в помидорах земляники не было. Эти вещества положительно влияют там на здоровье человека. Сегодня можно вырастить специально землянику, которая вот на конкретное заболевание. Вот там есть сердечно-сосудистое заболевание, вот вам конкретно сорт земляники, который вы будете регулярно использовать, и ваше здоровье, значит, значительно поправится. Ну, давайте запретим вообще все ГМО, вот коснемся немножечко там цветочных растений. Ну, синяя окраска у тюльпанов – это ГМО. Значит, устойчивость тюльпанов к вирусу пестролепестности – это ГМО. Ну, давайте вот от всего этого откажемся, но жизнь наша станет, вообще говоря, вот сегодня значительно беднее. В общем-то, с этим решением я не согласен. Обычно я не комментирую решение Государственной Думы, но здесь, вообще говоря, случай особый. Я считаю, что он затрагивает очень серьезные вопросы, и он затрагивает в том числе интересы садоводов, любителей. Так, с ГМО разобрались, давайте разберемся вот с каким вопросом. Сейчас мы с вами поговорим о кальции в питании растений. Кальций не входит в число основных элементов питания. Основные элементы питания – это азот, фосфор, калий. Кальций не входит в число микроэлементов. Их там 11, ну, там наиболее-таки необходимые – железо, молебден, немножечко растений, там бор нужен растениям, цинк и так далее. В общем-то, ни в число макро, ни в число микроэлементов кальций не входит. Тем не менее, кальций чрезвычайно важен. Во-первых, он необходим для нормального развития почвенных микроорганизмов. Если кальция в почве не хватает, почвенные микроорганизмы развиваются очень плохо, почва начинает деградировать. Ну и кальций крайне необходим, собственно, растениям. При недостатке кальция очень слабо развивается корневая система. При недостатке кальция очень плохо идут обменные процессы. Прежде всего, обменные процессы на уровне углеводов. Очень плохо идет синтез белка. При недостатке кальция у клеток формируются очень тонкие оболочки. И такие клетки делаются чрезвычайно подвержены проникновению вирусной инфекции, грибковой инфекции. При недостатке кальция очень плохо формируются твердые ткани растения. Растение делается таким хлипеньким. Ухудшается фотосинтез. В общем-то, растение выглядит чрезвычайно угнетенным. Первоначально кальция в наших почвах было достаточно много. Вообще, вот черноземы, которые вокруг города Магнитогорска, они не очень богаты гумусом, но кальция в них вполне было достаточно. Но кальций из почвы, во-первых, способен вымываться. Это первое. Второе. Кальций в почве способен связываться гуматами. Вот гумат натрия, гумат калия. Мы используем их как удобрения, как стимуляторы роста. Они растворимы в воде. А вот гумат кальция, он малоподвижен. Если мы внесли в почву большие дозы того же торфа, того же перегноя, того же компоста, свежего навоза, там большое количество гуминовых веществ образуется или содержится в этих удобрениях. И они кальций делают малоподвижным. Ну и значительное количество кальция выносится с участка с урожаем. Вот вы только вдумайтесь в такую цифру. Раннеспелые сорта белокочанной капусты с квадратного метра ежегодно выносят 30-50 граммов кальция. 30-50 граммов кальция. А позднеспелые сорта капусты выносят вообще до 70 граммов кальция. Вот несколько лет вы повыращивали на участке на каком-то капусту. В общем-то кальций с участка весь оказался высосан. Вы его вытянули, там увезли, скушали. В общем-то кальций не вернулся. Здесь возникает очень серьезная проблема. В регионах, там средней полосцы России, кальций восстанавливают, внося в почву известь, гашеную известь, известь пушонку. У нас этим приемом пользоваться нежелательно. Но в то же время я сказал, что растения очень часто недостаток кальция испытывают. Поэтому у нас следует вот этот самый недостаток кальция восстанавливать иными способами. Ну, во-первых, в продаже имеется вот такое вот чудесное удобрение. Называется оно кальциевая селитра. Я считаю, что вот именно сейчас, в середине лета, пришло время кальциевой селитры. Почему? Поясняю. Потому что кальциевая селитра, она способствует удержанию влаги. Кальций способствует удержанию влаги в растениях. И если мы растения польем кальциевой селитрой, то это растение, оно легче будет переносить недостаток почвенной влаги, воздушной влаги. Оно легче будет мириться с сильной жарой. Многие знают такую серьезную проблему, которая возникает при выращивании огурцов и перца. Эта проблема называется вершинная гниль. Это физиологическое заболевание, которое вызвано быстрой потерей влаги плодами. И в конечном итоге эта быстрая потеря влаги, она обусловлена недостатком кальция. Подкармливаем кальцием сейчас помидоры, подкармливаем перцы и в дальнейшем избавляемся от этой очень серьезной проблемы. Вы знаете, у нас были годы, когда в теплицах практически весь урожай перца был поврежден вершинной гнилью. У нас были годы, когда до половины урожая томатов уносятся этим опасным заболеванием. Итак, вот сейчас пришло время, поливаем кальциевой селитрой вот такие вот культуры и, в общем-то, проблему решаем. Ну и еще в продаже сегодня имеется вот два таких вот чудесных удобрения. Во-первых, это Омекс Кальций Микс. И второе удобрение Омекс Кальций Микс Голд. Это специальное удобрение, предназначенное для оперативного решения проблемы недостатка кальция. Вот с этим удобрением, вы знаете, у меня связано такое очень интересное наблюдение. Знакомый приглашает меня, вот посмотри, там такой газон я вроде бы там посадил, все правильно сделал. Дренаж, все там землю просеял, семена, удобрения. Вот вроде вот все-все-все-все-все-все поливаю регулярно, скашиваю. А газон какой-то стоит такой хиленький, цвет какой-то у него такой желтовато-зеленый. Ну вот редкий газон. Ну, в общем, не нравится мне, как он развивается. Ну, в общем-то, я так это посмотрел. И вот по характеру листа, вот именно по этой хлоротичности, значит, сделал предположение. Вот скорее всего отсутствует достаточное количество кальция. Он говорит, ну а как эту проблему решить? Я говорю, ну можно кальциевая селитра, а вот можно, собственно, омикс кальциникс голд. Здесь очень большое содержание кальция, плюс кальций здесь обогащен микроэлементами, которые способствуют усвоению именно кальция. Ну, съездили, приобрели такое удобрение, он полил, и такой звонок через три дня. Это, говорит, что-то невероятное. Буквально, говорит, там через два на третий день газон преобразился. Газон сделался темно-зеленым, листья такие глянцевые. Вообще, говорят, начал расти там, где уже давно были проплешины. Я говорю, вот, ну видишь, в общем-то, кальций – это чрезвычайно важный элемент. Вот не только там при выращивании капусты, но и того же газона. Я говорил, что растения из почвы кальций усваивают, и если мы регулярно эти растения там скашиваем или суражаем, убираем, то через какой-то момент вот наступает этот очень серьезный дефицит, который не позволяет растению нормально развиваться. Итак, вот, если на вашем садовом участке вот есть признаки такого кальциевого недостаточности, а это практически все участки, которые использовались там больше 10-15 лет, то вот с помощью вот этих вот препаратов чудесных проблему можно решить очень быстро. Там земляничку поливаем, смотрим, там, через 3-5 дней лист делается такой кожистый, глянцевый, темно-зеленый. Яблоню поливаем, там тоже листья такие мощные, толстые делаются, недоступные вредителям. Фотосинтез идет интенсивно, и, естественно, мы получаем на таких яблонях и более крупные плоды, и в большем количестве. Итак, вот, обратите внимание на вот этот очень важный вопрос. Кальций вроде бы как нигде так не упоминается в числе удобрений, тем не менее он чрезвычайно важен, и на многих участках наблюдается его дефицит. Ну, а сейчас я еще остановлюсь на одной очень важной работе. Сейчас идет интенсивный сбор урожая садовой земляники, и именно сейчас вот за этой там эйфорией, ох, какие ягоды, ох, какой урожай, мы забываем об очень важной работе. Если вы размножаете землянику сами, ну, приобрели какой-то новый сорт, и в дальнейшем получаете с него усы, рассаживаете на новую грядку, то именно сейчас вам необходимо сделать апробацию посадки, пометить самые урожайные растения с типичными ягодами, самые здоровые растения, и именно с этих растений в дальнейшем брать усы для размножения. Почему это очень важно? Дело в том, что чем дальше идет селекция, тем растения получаются в ходе этой селекции все более и более нестабильными. Вот там первые гибриды садовой земляники, они были очень стабильные, они давали там в усах очень стабильное поколение. Сейчас там гибриды скрещивались с гибридами, эти гибриды скрещивались еще с новыми гибридами. Мы получили чрезвычайно сложные гибриды, и они частично расхимериваются. Обратите внимание, вроде бы покупаем один и тот же сорт, но один сорт в основном дает усы, а другой сорт все же идет в урожай. Если дело пустить на самотек, то в конечном итоге у нас через несколько лет может получиться такое, мы будем заготавливать наиболее крупные усы, наиболее крупные розетки, и они окажутся именно с малопродуктивных растений. И в конечном итоге сорт мы потеряем, сорт станет, в общем-то, малопродуктивным. А если регулярно мы будем подчищать сорт, вести селекцию, вести отбор, то в конечном итоге мы можем не только поддерживать длительное время какие-то свойства сорта, но даже несколько его улучшать. Итак, сейчас мы помечаем растения наиболее продуктивные и в дальнейшем размножаем землянику именно с помощью этих растений. Ну а сейчас, уважаемые телезрители, я предлагаю еще немножечко отдохнуть и на сей раз побывать не в саду, а побывать в лесу. Музыка 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 Так, это была у нас заключительная зарисовка. Время в передаче не осталось. Здесь есть просьба от садоводов повторить сюжет о формировании огурца. Вы знаете, вот давайте в следующей передаче мы с этого сюжета и начнем. Ну а сейчас не забываем, что мы сейчас интенсивно формируем растения томата. Лето у нас не очень теплое, поэтому здесь немножечко нужно поменять стратегию. Если мы там сорт в теплое лето можем нагрузить там и тремя пасынками, получить больше урожай, сейчас тепла не хватает, сейчас мы, в общем-то, нормируем урожай, в общем-то, даем возможность растению, ну хотя бы какую-то часть урожая, в общем-то, сформировать, чтобы она была достаточно качественная. На сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Живу вас ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!